Всем огромный привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня я покажу вам несколько своих новинок в гардеробе. Начну я из этого трикотажного кардигана. Я его вместе с вами покупала для своего видео, что можно купить на 1 доллар в магазине Second Hand. И этот же кардиган я подарила своему мужу. По причине того, что уже 2 сезона он его не носит. Здесь я вам вставлю кадр, как это все выглядит. Он его не носит. Я подумала, почему бы не внедрить его в свой гардероб. Для вас я также показываю здесь вставки. Это вставленное видео из моих сториз. Кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. Там, конечно же, больше образов. И в фейсбуке, и в инстаграме у меня есть рубрика «Образ дня». Там у меня больше, больше моих образов. И вы уже увидели из предыдущего видео, что теперь созданием бренда занимаюсь не только я. Будем делать для вас хороший контент. И этот канал, на котором мы сейчас с вами находимся, он будет все-таки о моде, о стиле, о красоте, о вкусе в первую очередь. Потому что, мне кажется, канал и вообще YouTube, он доказывает, что отсутствие вкуса не компенсирует наличие денег. Вот так. И в том видео, где я выбирала, собственно говоря, этот кардиган, я это и доказывала, он был меньше одного доллара. Какой-то бренд я здесь укажу. Я открывала сайт этого бренда и видела, какую цену кардигана. Этого, ценатого кардигана от 50 долларов и выше. Потому что он из натуральных материалов. Выглядит он достаточно стильно. Я надела вот, 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 вот так вот хожу. У меня здесь боди. Сейчас я вам его покажу. Сам кардиган, он объемный. Здесь у меня боди. Здесь ничего такого. Видите, вот, сейчас показываю. Боди, это американский бренд. Я вам укажу тоже, вот, подсказка будет в видео. Боди. И брюки. У меня такие белые. И пояс коричневый, он его сюда выручает. Особенно осенью. Он под все просто, под все подходит. И мне нравится надевать кардиган и делать вот так. Следующим образом. Одну секунду. Сейчас вам покажу. Вот, оголяю плечо. Здесь очень красивое такое кружево. Как вам? Мне кажется, конечно, у меня сегодня просто блеск. Я сегодня не женщина, а красная помада. Не знаю, возможно, вам уже приелось. Мне иногда вот кажется, что это уже приелось. Я такая, блин, цвет у тебя есть еще блески. Но сегодня женщина красные ногти. Поэтому красная все-таки в кадре будет. Еще о новинках мы только что говорили с вами о старинке, которая снова оказалась в моем гардеробе. В инстаграм я тоже делала опрос по поводу вот этой вещи. Сейчас постараюсь вам показать. Вот так это выглядит. И что это? Я задавала вопрос своим подписчикам. Как видите, вот варианты ответа. Это юбка, это корсет или это пояс. Если я не ошибаюсь, то я уже не помню. Но многие выбрали, что это юбка. Нет, это не юбка. Думаю, все вы уже догадались, что это корсет. Все правильно. Это корсет. Мне тут просто, вот когда я показываю в руках, это так, я специально, специально не выбрасывала бирочку. Вот на обратной стороне цена. Я вам показываю просто так, на красивой-красивой ленточке это все. Очень классно. Мне сделал подарок муж. Знаете, у меня так себе был тут та неделька. И я очень была рада этому презенту. И здесь есть еще такой пояс, тоже слога Кристиан Диор. Можно его по-другому использовать, этот пояс, если надеваю рубашку, повязать и этим же самым показать талию. Вообще практически в каждом бренде, в каждом ценовом сегменте есть такая рубашка. Даже вот я просто смотрю просто на свою вешалку и думаю, что бы это для вас такое примерить. Но не знаю, или в этом видео, следующее видео именно с этого и начну. Этот корсет я надевала просто-просто на голое тело выглядеть. Фантастика. Мне нравятся буковицы. Видите, тут они тоже слога. Они безумно качественные. Просто не могу передать. Они такие мощные, качественные. И даже, знаете, мраморная такая полосочка под мрамор. Камера очень как-то не передает это все. Размер у меня М. Размер М мне очень подошел. И даже, я думала, вот М, он, наверное, будет на меня маленький. Потому что, вы знаете, я такая крупненькая девочка. А нет, нет. Как раз подошел, надевала на гольф и надевала на голое тело. Прикольно попробовать еще с рубашками. И отдельно попробовать с рубашкой этот пояс. Обязательно сделаю в следующем видео. Волосы я свои трогаю, потому что у меня блеск какой-то слишком липкий. И все вот эти вот волоски, они как-то цепляются. О чем же сегодня пойдет речь? Боже, боже, боже. Какие думаете, пустая вешалка? Нет. Сегодня я хочу вместе с вами собраться. Меня пригласили на день рождения. И свои сборы мне нравится снимать. Мне нравится снимать весь этот процесс. Что у нас будет по макияжу? Я не бьюти, вы же знаете. Я немножко обновлю свой тон лица. Вот сюда немножечко какого-то хайлайтера добавлю. Какого-то цвета. Скулы немножко, по скулам немножко пройдусь. И изменю помаду. Да. Но мои видео все-таки о стиле. И что же я надену? У меня был выпуск богини шопинга, где я даже так интересно его назвала, что можно купить в магазине Second Hand за деньги, за которые можно пойти в магазин и купить шоколадку. Я просто таки банально нашла шоколадку в эту цену. Это был батончик Twix. И по цене батончика Twix я купила платье. Мою любовь к огромным пиджакам, к винтажным платьям знает каждый человек, который находится вот сейчас по ту сторону экрана. Если вы не знаете, пересмотрите, вот в плейлисте я для вас оставлю. Так вот, это винтажное платье. Я вам вот здесь напишу название, потому что мне оно слишком непонятно. Есть также пояс. Я в своем том видео богини шопинга, я добавляла другой пояс, добавляла пояс Gucci. Сейчас мне, конечно, кажется, вы меня как-то исправьте. Пояс тот уже как-то выходит из моды. Вот это лого такое, поэтому будет у меня родной пояс. Мне нравится юбка и, конечно же, цветочный принт. Как вы знаете, у меня есть хобби. Я очень люблю рисовать. Сейчас у меня не хватает на это времени, но я действительно вот прям горю цветами. Горю цветами и цветами. Цветами в плане тут цветок и в плане разных цветов, которые можно подбирать. Кто не видел эти волосы, я просто не знаю, как мне отучиться трогать свои волосы. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. У меня есть видео, где я показываю свои сумки и какие-то рисунки. Вот кому будет интересно, переходите по ссылочке вверху. Я думаю, если я вам сейчас покажу ту сумку, которую сто раз показывала, я ее, скорее всего, возьму с собой. Показывать, не показывать, сейчас решу. Ну, давайте к платью. Платье интересно выполнено. Оно напоминает бабушкино платье, но сочетать я его буду с лодочками. Черные колготки, Ден 40 у меня новенькие. И платье. Мне кажется, круто будет. Губную помаду, макияж. И мы встретимся уже с вами в этом образе. Ну что ж, я уже вернулась к вам. Весь макияж выглядит вот так. Посмотрите, я добавила серьги. Очень они минималистичны. Я убрала волосы. Сейчас вам покажу. Я не делала никакого объема. И все же нужно учитывать, куда именно я собираюсь и кому я собираюсь. У меня очень легкий макияж. Я немножко навела глаза, чтобы было видно. И губы, вы помните, это моя новая матовая помада от бренда. Здесь напишу. Вот так. Сейчас полностью покажу вам свой образ. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой образ у меня на сегодня. Так это все выглядит. У меня позади на платье есть очень-очень красивый бантик. И завязан на волосах тоже бантик. Вот такой образ. И напишите свое мнение в комментариях. На этом я с вами прощаюсь.